Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Современная школа – территория возможностей. Итоги прошедшего учебного года и планы на будущее обсудили на очередной августовской ПЕД-конференции. Чрезвычайным ситуациям готовы. Специальная федеральная комиссия МЧС оценила работу пожарной части и эффективность сотрудников Анапского ситуационного центра. От сердца к сердцу. О новом необычном жителе Станицы Благовещенской и о великодушии Анапчан, которая стирает все границы. Уже в ближайшее время должно начаться строительство дополнительного корпуса в школе номер 6. Проект прошел государственную экспертизу. Начинается проектирование новой школы в Алексеевке. Об этом сообщили сегодня в ходе ежегодного совещания работников образования. Стоят задачи повышения качества образования. Причем не только школьного, но и дополнительного. А сама отрасль должна стать территорией возможностей, чтобы тот, кто тянется к знаниям и нацелен на победы в школьных олимпиадах, смог себя реализовать. У Владислава Тимошенко в этом году будет первый урок, как уже у практикующего преподавателя истории. Он из Тимошевска закончил Кубанский госуниверситет. Выбрал Анапу, потому что понравился город и люди. Само собой море. Свою главную задачу видит в том, чтобы дети больше знали и любили свою страну и край. В коллективу встретил очень хорошо, все доброжелательные, все отзывчивые, готовы помочь. Я могу обратиться к любому преподавателю со своим вопросом, и они мне помогут, расскажут, объяснят все. Еще что мне очень понравилось, так это то, что сейчас у нас проходит очень много семинаров по обмену опытом, где мы можем пообщаться, старшие коллеги расскажут какие-то особенности преподавания. В зале воспитатели детских садов, педагоги школ, техникумов, вузов. Исполняющие обязанности главы города Юрий Поляков поблагодарил их за труд. Все проблемы, которые есть, не сразу, но мы их будем решать постепенно, уверенно, качественно и надежно. На краевом уровне отмечают постоянный рост результатов работы анапских педагогов. Нас не может не радовать то, что результаты ЕГЭ в прошлом году в вашем муниципалитете были выше среднекраевых только по одному предмету географии. В 2017 году уже по пяти предметам профильной математики, биологии, химии, литературе и информатики. Кроме того, Анапа вошла в десятку лучших муниципалитетов в Краснодарском крае по предмету биологии. При этом нагрузка на школы и педагогов города-курорта остается достаточно высокой. С одной стороны, естественный перерост, с другой – миграция. Мы провели с вами оптимизацию, за это тоже благодарю вас. И это позволило 650-м ученику учиться в первую сферу. Мы в этом году получили государственную экспертизу на строительство дополнительного корпуса начальной школы на 400 мест на территории школы номер 6. Я, как понимаю, с 1992 года Леонид Иванович у нас такого еще не было. Весь следующий учебный год мы будем проектировать школу на 1100 мест в Алексеевке. По поручению губернатора мы стали опорной площадкой по строительству типового спортивного зала средней школы номер 25. Государственную экспертизу прошел проект строительства нового спортивного зала для 4-й детско-юношеской спортивной школы, специализирующейся на единоборствах. Уже сегодня ее воспитанники занимают призовые места на соревнованиях, включая международные. Два воспитанника поедут на чемпионаты мира. А с этого учебного года планируется впервые набрать до 40 человек в секцию рукопашного боя. Очень много детей, у которых нет результатов в единоборствах, они хотят попробовать себя именно в таком рукопашном бою. Заместитель главы города Людмила Мурашова поручила проанализировать и осовременить программы образования станции юных техников и станции юных натуралистов. Это откроет возможность для сотрудничества с предприятиями. Дополнительные образования не рассматривают в отрыве от среднего, высшего и среднеспециального. В Анапском сельскохозяйственном колледже будут заниматься профориентацией школьников. При этом число учащихся в этом году увеличилось сразу на 300 человек до 1400. Этот год мы объявили годом работы над качеством. Теперь качественно образовательный процесс. То есть задел мы сделали при помощи чемпионата WorldSkills и участия в других мероприятиях. Теперь будем уже, скажем так, на качество работать. В новом учебном году анапские школы встретят свыше 23 тысяч учеников. Сделать процесс их обучения безопасным, комфортным и интересным – общая задача власти и педагогов. Объединив усилия, можно стремиться к новым достижениям в сфере анапского образования. Президент России в Анапе провел совещание по ситуации с пожарами. Владимир Путин встретился с главой МЧС Владимиром Пучковым, а также с губернаторами Ростовской и Волгоградской областей. В наш город Владимир Путин прибыл 28 августа поздно вечером после рабочей поездки в Будапешт, где встречался с премьером Венгрии и посетил соревнования чемпионата мира под дзюдо. Губернаторы и министр рассказали президенту о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий ЧП. Путин дал поручение, в частности для оказания всей необходимой помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, сообщает пресс-служба Кремля. А сегодня состоялась внеплановая проверка готовности сил экстренных служб Анапы. Специальная комиссия оценила работу пожарной части номер 44 и эффективность сотрудников ситуационного центра. За ходом проверки наблюдала наша съемочная группа. Успеть за 19 секунд. Огнеборцы сдают норматив по развертыванию трех пожарных рукавов. Здесь оценивается техника и скорость. Один пожарный автомобиль оснащен пенообразователем на 150 литров. Этого хватит, чтобы погасить огонь на территории до 600 квадратных метров. Анапские пожарные показывают отличный результат. Традиционно пожарные спасатели города-курорта Анапа выполнили свою задачу на оценку отлично. В целом это оценили и наши коллеги из центрального аппарата, и мы видим, и знали, и понимали. И везли, собственно говоря, сюда наших коллег, потому что знали и понимали, чтобы готовность бойцов 44 пожарной части, она традиционно на высоте. Внезапный приезд высоких гостей не случайен. В рамках визита министра МЧС России Владимира Пучкова с группой центрального аппарата проводится проверка готовности к чрезвычайным ситуациям в трех муниципальных образованиях. Это Анапа, Новороссийск и Геленджик. После осмотра технической части комиссия посетила ситуационный центр единой диспетчерской службы Анапы. И здесь высокая оценка готовности. Система оповещения жителей и гостей города работает безупречно. Координация всех структур города на отлично. Нам понравилось. Есть определенные хорошие идеи. Есть хорошее начинание, которое здесь. Это вопросы мониторинга, это вопросы оповещения. Так что на должном уровне быть в городе Анапы, можно сказать, достойным. Следующий по маршруту комиссии – город Герой Новороссийск. А завершится проверка в Геленджике. На специальном совещании подведут итоги и назовут лучшее подразделение. К исполняющему обязанности главы курорта Анапчане обратились не только с частными вопросами, но и с общественными проблемами. Юрий Поляков принял жителей 12 микрорайона и поселка Киблерово. Группа предпринимателей с муниципальной ярмарки на Северной. Рейсель Венец и Наталья Новицкая проживают в разных домах. Но обе уверены, управляющая компания поступает с ними незаконно. Их конфликт с руководством организации управления домами не первый год разбирает в судах. Точку в споре может поставить только вышестоящая судебная инстанция. Сомневаются заявительницы и законности создания ТСЖ в их домах. Юрий Поляков поручил исполняющими обязанности начальника управления ЖКХ Армену Григоряну запросить от управляющей компании все документы и предоставить Анапчанкам. Недовольна работой управляющей компании Тамара Полевая, жительница поселка Киблерово. Она настаивает на том, чтобы дом на улице Желанная 7 перешел из ведения Минобороны в обычную гражданскую организацию, так как это сделано сейчас по трем соседним многоэтажкам. Все вот эти жилые дома, соответственно, в хорошем состоянии, а наш дом постоянно чуть ли не биотуалет, потому что не ремонтируется. Люди платят от и до. И вновь поручение Армену Григоряну организовать комиссионный выезд и помочь Тамаре Ивановне провести общее собрание жильцов многоквартирного дома. Предприниматели, работники муниципальной ярмарки на Северной, обратились к Юрию Федоровичу с просьбой вникнуть в их проблему с отсутствием парковки для посетителей. Территория рядом с рынком в аренде. Мы всю жизнь здесь разгружались, всю жизнь здесь заезжали наши покупатели. Мы, вот я 19 лет на рынке, мы с улицы Северной подъезжали. Один ресторан тут вот тогда был, помните? Вот это кафе-ресторан. Вот это? Да, вот он уже сейчас такой. Он был вот такая маленькая, сейчас у него уже вот такая вот. Да, вот это все муниципальное. Исполняющий обязанности главы Анапы подключил к обсуждению начальника управления имущественных отношений Михаила Анохина. Он должен предоставить полный пакет документов по обозначенной заявителями территории. С 20 по 24 сентября в Краснодаре будет работать ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Есть чем блеснуть на ней и горду-курорту Анапа. С каждым годом предприниматели расширяют свои возможности, восхищаясь современным взглядом на привычные вещи. Для продажи из свежего рынка второй урожай огурцов на Кубани осенью уже никому не в диковинку. Детские сады и школы Анапа с удовольствием берут огурец из теплиц Гасанова. Мы обеспечиваем огурцами детские сады, школы. Мы в тендерах, на аукционах участвуем. И обеспечиваем продуктами сами, которые выращиваем. И капуста у нас, и морковка, и свекла. Все мы выращиваем сами. И по размерам и по вкусовым качествам такой огурчик не отличить от грунтового. Зеленые овощи фермер научился выращивать на пенсии. Его инженерный опыт помогает к овощеводству подходить серьезно. Сорт урожая называется 4097. Мы этот гибрид посадили в этом году первый раз. До этого мы сажали артист. Очень хорошие урожайные сорта, оба гибрида. И держится долго, плотность высокая. Сохраняет 2-3 дня, она сохраняет ту свежесть, которая есть на кусту. Увлечение Гасанова приобретает все большие масштабы. Чтобы голова всегда работала, бывший работник нефтегазовой промышленности ставит перед ней сложные задачи, каждый раз нагружая ее все серьезнее. Высота сегодняшних теплиц уже не устраивает предпринимателя. Тепличный огурец может давать более высокие урожайные плети. У нас она примитивная, эти теплицы. У нас 10, до 20 килограмм мы собираем, до 10 килограмм с квадратного метра. Руководитель, он требовательный. Контроль с его стороны постоянный. Предпринимателю важно, чтобы продукции его гордились. Иначе зачем тогда и браться за такое непростое дело? Руководитель у нас очень хороший. В данный момент всегда подскажет, что нужно, все время скажет, как это надо правильно сделать. То есть он хороший специалист? Хороший специалист. В открытом грунте уже подоспела капуста, а свеклу и морковь посеяли на второй урожай. Потому что есть возможность хранить овощи круглогодично. Холодильник, который в этом году построил предприниматель Гасанов, не пустует. Окрестные фермеры готовы к партнерству. У них появилась перспектива планировать высокие урожаи на следующий год. Для оказания адресной социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории Краснодарского края продолжается акция «Соберем ребенка в школу». В проекте принимают участие не только общественные организации, но и полиция. В линейном отделе по делам несовершеннолетних в Анапе правоохранители и представители общественного совета при ОВД вручили многодетным семьям школьные канцелярские наборы. Тетради, карандаши, альбомы и краски. Для любой многодетной семьи такая помощь не лишняя, особенно в преддверии 1 сентября. Это капля в море даже в масштабах Анапы. Я считаю нужным, чтобы в следующие преддверии 1 сентября как можно больше охватить этой акцией неблагополучных семей, трудных подростков и многодетных семей. И, конечно, привлечь к этой акции предпринимателей наших анапских, представителей бизнеса. Кроме этого, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проведут дополнительные проверки семей, находящихся на учете, основная цель которых – общая готовность подростков к новому учебному году. И в продолжение темы еще важная информация. В преддверии нового учебного года территориальный отдел Роспотребнадзора проводит горячую линию по теме «Вопросы качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей». Задать все интересующие по этой теме вопросы сотрудникам ведомства можно до 4 сентября текущего года с 8 до 17 часов по телефонам, указанным на экране. Жительница Станицы Благовещенская взяла шефство над сиротой из Африки. Недавно он получил российское гражданство и приехал в свой новый дом. В России его привезла мечта о футболе, однако те, кто обещали помочь, слово не сдержали, а срок визы истек. Младому человеку грозила высылка из страны. Наши корреспонденты узнали историю, достойную начала книги. В следующем материале о двухлетнем путешествии из Африки в Анапу через Заполярье. Так начинается каждое утро Абдула Башира. Пробежка по станице, затем занятия с футбольным мячом. Этим трюком он научился у себя на родине, даже играл в местной команде. Однажды ему предложили уехать из страны, чтобы начать футбольную карьеру. Дома Абдула ничего не держала. Родители умерли, а младшую сестру родственница увезла в соседнюю страну. Так он оказался сначала в Москве. И когда приехал, меня обманули просто. В столице Абдул зарабатывал на жизнь расклейкой объявлений. Затем познакомился с земляками, которые порекомендовали отправиться в Европу. Но на российско-финской границе его задержали. На тот момент несовершеннолетнего отправили в Центр социальной реабилитации города Ревда Мурманской области. Людмила Шишова родом из Ростовской области. Жительница станицы Благовещенская увидела Абдула по телевизору около года назад. Женщина неравнодушна к футболу. Муж работал в ростовской милиции. Пока он стоял в оцеплении, смотрела матчи. Очень болели за СК Ростов. Сначала он нас очень радовал. Тогда еще Виктор Понедельник хороший голы забивал. Людмила Васильевна написала письмо в социальный центр. Параллельно советовалась с родственниками. У нее две дочери, два зятя, четверо внуков. Решили, пятый не помешает. Решение само пришло. Я не могу это объяснить. Я просто поняла, что этот человек нуждается в помощи. Все. Этим все сказано. Директор мне позвонил, сказал, что бабушка есть, она котит тебя. Ты котишь? Конечно, мне нужно жить в семье. Я хочу жить в семье. Я долго живу один, сейчас я не могу жить один. Русский язык Абдул выучил, общаясь со сверстниками. В социальном центре он ходил в школу. Из сурового северного края молодой человек привез самые теплые воспоминания. Как учился кататься на коньках и лыжах, играл в местной футбольной команде. 1 августа он получил паспорт гражданина России. Это радость была, как в 1 августа, потому что у меня получают паспорт гражданину России. Был великий день в 1 августа. Я не забуду. Сейчас Абдул осваивается на новом месте. Здесь он впервые увидел море. Много читает, планирует дальше учиться, не терять спортивной формы и приобретать новых друзей. Главное в профессии журналиста – доверие зрителей. О тонкостях профессии телеведущего и о том, что остается за кадром, участникам летней детской киноакадемии во Всероссийском детском центре «Смена» рассказал диктор Первого канала Максим Шарафуддинов. Подробности в материале наших коллег. Максим Шарафуддинов говорит, что попал в профессию случайно. На ТВ ему пригодилась хорошая дикция, наработанная за годы вокальных уроков. Киноакадемикам Максим советует сначала попробовать себя на радио. Если научить себя говорить в эфире, на ТВ будет значительно проще. Очень тяжело, кстати, в записи. Всегда тяжелее, чем в прямом эфире. В прямом эфире, когда нет права на ошибку, там мобилизуешь все свои силы, все свои мысли, концентрации полнейшие. Максим Шарафуддинов рассказывает об ответственности, которая лежит на плечах тележурналиста. Например, за некорректную аватарку в социальной сети могут оштрафовать и даже отстранить от эфира на месяц. Сменовцев интересует, какие курьезные ситуации могут случиться во время прямого эфира и как все исправить. При приветствии, заткнулся в своей же фамилии, я не смог ее выговорить. И мне стало настолько стыдно на тот момент, настолько некомфортно. То есть, сам он в начале программы, говорит, здравствуйте, в эфире ночные новости. В студии Максим Шарафуддинов, по-моему, я сказал Шарафуддинов. А выговорить Шарафуддинов я на тот момент не смог. Дальше я как-то подхихикивал, пытался это скрыть, спрятать, но это очень тяжело сделать. То есть, очень тяжело скрыть смех в эфире. От теории к практике все желающие могут попробовать себя в качестве ведущего. Проверить свою концентрацию в момент, когда все вокруг отвлекает от текста. Я узнала больше про жесты, которые надо использовать, потому что я знала открытые, закрытые жесты, но именно я никогда не задумывалась, какие жесты используют именно ведущие новостей. Поэтому я думаю, сейчас я буду следить за этим чаще и лучше, может быть, в будущем где-то. И для себя я всегда знала, что я очень быстро говорю, я это замечала даже в каких-то бытовых ситуациях, поэтому я думаю, буду следить за этим. Сменовцы не сомневаются. Правильно говорить, следить за своими жестами важно не только для тележурналиста. Это полезно и в обыкновенной жизни, и тем более, если она связана с кино. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А, «Крымская» – 98, «Амелькова» – 28 и «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 30 августа в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее – 17 выше нуля. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров фруктутного столба. Температура морской воды – плюс 26 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, облаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова